Здравствуйте, меня зовут Василиса Ивашкина, вы смотрите программу «Формула здоровья». Сегодня обсудим с Татьяной Сусловой, врачом-пульмонологом, заведующей третьим терапевтическим отделением поликлиники номер один Одинцовской областной больницы, какие болезни дыхательной системы чаще всего становятся поводом для визитов к пульмонологу и чем опасно курение. Татьяна, здравствуйте, рада приветствовать вас в студии. Здравствуйте. Поскольку бронхиальная астма и абструктивная болезнь легких относятся к числу наиболее частых заболеваний дыхательной системы, давайте на них и остановимся. И интересно было бы узнать, насколько сейчас продвинулась медицина в лечении таких заболеваний. Лечение бронхиальной астмы, например, это объект быстро продвигающихся исследований, создания новых препаратов, схем, режимов терапии. Это очень интересно следить за развитием науки и лекарственных препаратов, которые используются сейчас в терапии таких пациентов. Если мы вернемся назад, в начале 20 века, например, пациенты при приступах бронхиальной астмы вдыхали аммиак, раствор поваренной соли, углекислого натрия. Самыми радикальными способами тогда считались вообще это морфий и хлорогидрат. Кроме того, приступы удушья купировали, вдыхая селитру или покуривая какие-то специальные сигареты, которые содержали смесь белодонны, белины, опия. Эффективность данных ингаляций заключалась в наличии алкалоида тропина, который обладал холиноблокирующей активностью. Их применяли также еще и теофедрины, астмосол, вот такие вот ингаляторы. Либо вдыхали дым клеящего дыма, и это все снимало приступы, как казалось. В конце 40-х годов уже были разработаны первые ингаляторы, которые позволяли осуществлять дозированную ингаляцию. И все же врачи на приеме по-прежнему сталкиваются с пациентами, у которых контроля над бронхиальной астмой не удается достичь, даже на фоне грамотно подобранной ингаляционной терапии. По-прежнему существуют пациенты, которые подвержены частым обострениям, требующим введения системных кортикоидов. Но медицина не стоит на месте. И зная о большом количестве осложнений от длительного приема преднизолона и его аналогов, медицинское сообщество ищет пути сократить их назначение. И находит в последнее время лечение больных бронхиальной астмой все чаще осуществляется с применением амунобиологических препаратов. Они позволяют достичь контроля даже у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой и часто с ней сочетающихся полипозные реносинуситы. Так что бронхиальная астма при грамотном лечении это не приговор. Сегодня с применением тех или иных препаратов, с соблюдением правил быта, наблюдением специалистов, аллергологов, пальмонологов, большинству пациентов, их диагноз не мешает жить и добиваться успехов в любом выбранном ими занятии. У нас очень много спортсменов, олимпийских чемпионов, болеет бронхиальная астма и это не мешает им абсолютно жить. Вы говорите, что даже спортсмены и те подвержены бронхиальной астмами. А какие факторы влияют именно на то, что такая болезнь у человека появляется? От чего? Факторы риска можно разделить на две разновидности. Это неустранимые факторы риска и устранимые. Неустранимые – это данность, то, с чем нужно считаться, и то, что мы не можем никак изменить. К этому относятся на следственную предрасположенность какая-то, да, это бронхиальная астма, такие заболевания, это муковисцидоз. И неустранимые факторы, ну, в первую очередь, это курение. У курящих людей риск возникновения хронической обструктивной болезни легких 80-90%, все прочие болезни дыхательной системы также провоцируют скурение. Воздействие аллергенов, увеличение перечни и фактическое присутствие аллергенов в окружающей среде приводит к тому, что каждые 10 лет заболеваемость бронхиальной астмы увеличивается в полтора раза и больше. Воздействие каких-то профессиональных вредностей – пыль, пары кислот, щелочей. Риск заболеваний дыхательной системы при работе на производственных, связанных с работой вот как раз с этими веществами, это потенциально вредное для дыхания. Машиностроительная промышленность, деревообрабатывающие, текстильное производство, ну, значительно повышен. Следующий фактор – это, наверное, загрязнение воздуха. Ботовое загрязнение воздуха пылью, дымом, смогом вызывает развитие заболеваний дыхательной системы и способствует более тяжелому их протеканию. Если говорить об аллергиках, да, действительно, каждый второй буквально сейчас и в маленьком возрасте и приобретенная аллергия уже у взрослых людей. Вот как предупредить наступление бронхиальной астмы? Или это неизбежно? Или все-таки можно как-то это держать под контролем? Или какие симптомы уже говорят о том, что начинается бронхиальная астма? Да, риск большой у пациентов, у кого наследственность, ну, предрасположена наследственность, да, к бронхиальной астме. Но если избегать каких-то провоцирующих компонентов, здесь потому что может что еще сыграть с триггером, да, для развития бронхиальной астмы, у кого даже есть наследственная предрасположенность. Эмоциональные стрессы, какая-то смена климата, да, вдыхание каких-то вот резких запахов там и бытовых загрязнений, да, про то, что я говорила, может как раз спровоцировать развитие бронхиальной астмы. Но риск развития бронхиальной астмы именно у пациентов, у кого есть наследственная предрасположенность, конечно, больше, чем у кого наследственность по бронхиальной астме не отягощена. Какие первые симптомы? Что должен почувствовать потенциальный ваш пациент, что вот мне сейчас плохо, я задыхаюсь, это какой-то резкий приступ? Или это как-то постепенно, и можно предупредить вот этот самый страшный приступ и уже прийти заранее, сказать, я подозреваю у себя бронхиальную астму? Или это уже по факту, уже задохнулся, начал задыхаться, пришел? Ну, бронхиальная астма, если мы говорим про приступы бронхиальной астмы, то это не обязательно приступы одышки или приступы удушья, это может быть приступ кашля, это может быть сухость в носоглотке, в ротоглотке, першине, но приступообразное течение. То есть вот сейчас пациент себя чувствует хорошо, спустя там несколько минут или какого-то времени появился резко внезапно, появились такие симптомы, то есть это волнообразное такое течение. Об этом нужно, и если нет предрасполагающих никаких факторов, то есть если человек болеет ОРВИ, вирусная инфекция, и сейчас вот он кашляет или что-то, это одна история. А если пациент не простужен, не болеет, и вдруг на фоне очень хорошего самочувствия у него появляются такие приступы, непонятные, да, приступ кашля, приступ затрудненного дыхания, приступ першения в горле, то, конечно, нужно обратить на это внимание и прийти к врачу. И вот этим отличается еще заболевание именно бронхиальная астма от хронического обструкционного бронхита, от хобл, про которого мы тоже с вами говорили. Если это хобл, это хроническое заболевание, это заболевание вялое, текущее, там нет вот таких перепадов, как при бронхиальной астме, то есть там постоянно человек чувствует какое-то затруднение дыхания, как правило, по утрам, после ночного сна, да, приступы кашля, то есть это постоянно текущее, вот вяло текущее такое заболевание. Я услышала, когда вы перечисляли препараты, чем лечат бронхиальную астму, там было несколько препаратов гормонального характера. И, естественно, для многих есть переживание, что гормональная терапия может привести там к увеличению веса. Понятно, что не стоит на чаще весов, например, когда человек задыхается, да, и боится поправиться, но все же, мне кажется, что есть некоторое предубеждение, что гормональная терапия, возможно, приведет к увеличению веса. Развейте миф, если он таков есть, не стоит ли бояться этих препаратов? Все-таки они получаются, терапия получается местного же характера, мы это вдыхаем. Но если мы говорим именно про глюкокортикостероиды, а это базисная терапия пациентов с бронхиальной астмой, глюкокортикостероиды есть системные и ингаляционные глюкокортикостероиды. Так вот сейчас в базисную терапию бронхиальной астмы в астмах входит ингаляционный глюкокортикостероиды. То есть мы вдыхаем лекарственный препарат, он непосредственно поступает на слизистую бронхов. Если системные глюкорскостероиды, это приднизолон, это дексаметазон, эти препараты мы назначаем только при обострении, на короткий период. Раньше, пока не было ингаляционных гормональных препаратов, пациенты принимали системные, большими курсами. И тогда, да, действительно были вот такие побочные эффекты. Но это как осложнение приема системных глюкорскостероидов. Но опять здесь это побочный эффект на препарат. То есть сам препарат, он не увеличивает вес, а он увеличивает аппетит. И если мы говорим о том, что как предотвратить это, да, но пациенты, кто-то борется с этим, да, и закрывают холодильник на замочек. Что тоже очень важно. Вот или, да. А те, которые не могут себя контролировать, то, конечно, много кушают и поэтому поправляются, так скажем, да. А тангуляционных глюкорскостероидов такого нет. Это действительно просто... А вызывают ли они привыкание? Про привыкание тоже неправильно говорить. Это базисная терапия. Если мы не будем лечиться из пациента с сахарным диабетом, если они не будут принимать сахароснижающие препараты, что с ними будет заболевание, начнет прогрессировать. И это не контроль. И тут то же самое. Если у пациента поставлен диагноз бронхиальная астма, здесь обязательно нужно назначать базисную терапию. И это препарат, ну, основной, так скажем, да. Без них просто мы не добьемся той ремиссии, которую нам нужно добиться. Вот если у пациента наступает эта стойкая ремиссия, а стойкая ремиссия, можно говорить, если у пациента в течение 4-6 месяцев вообще нет никаких приступов, тогда да, тогда можно, наверное, уйти из базисной терапии, остаться только на ингаляторах скорой помощи, но в любом случае под контролем терапевта или врача-пальмонолога. Какова же профилактика этой болезни? Я вот услышала у вас нервы. Все болезни от нервов, да? И от бронхиальной астмы в том числе, правильно? Как себя обезопасить, и чтобы эта болезнь не приходила? Больше свежего воздуха, правильное питание, все вот эти базисы? Ну, в первую очередь, конечно, да, но это не вирусная инфекция. Мы не сможем совсем предотвратить, да, развитие таких заболеваний. Сложно сказать, вот избежать этого, 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 и мы не заболеем. Мы живем в социуме, мы живем в окружающем мире, где не запремся, конечно, да, в донике, чтобы не было ни резких запахов, ни эмоциональных стрессов никаких. Ну, поэтому очень сложно сказать. Я думаю, что в зоне риска это как раз люди, которые обладают вредной привычкой, да, курением. Вот, доктор, чем так опасно курение? Я понимаю, что этот вопрос не нов, и буквально все на него отвечают. Хотелось бы услышать из уст пульмонолога, чем вредно курение? Всю правду о вреде курения убедительно демонстрирует, конечно, тот факт, что в состав табачного дыма входит более трех тысяч различных химических соединений. В 20 сигаретах средняя суточная норма курильщика содержится 130 миллиграмм никотина. Кроме того, в него входят сотни ядов, в том числе цианид, мышьяк, синильная кислота, угарный газ. В табачном дыме содержится 60 сильнейших канцерогенов. Это бензопирен и другие, а также нитрозамины, которые оказывают разрушающее действие на головной мозг. И помимо них в его составе еще присутствуют радиоактивные вещества. Полоний, свинец, висмут. Вред курения для организма человека заключается в его способности стимулировать развитие тяжелых системных заболеваний. Рак легких у людей, употребляющих табак, встречается в 10 раз чаще. Регулярное заглатывание слюны с продуктами распада никотина способствует развитию рака полости рта, пищевода, желудка и 12-перстной кишки. В легких человек с никотиновой зависимостью оседают и накапливаются смолы, которые способствуют развитию заболеваний дыхательной системы, в том числе и смертельной. Большой вред курения наносит организм беременной женщине и плода. Хроническая гипоксия вызывает задержку в развитии плода и создает угрозу выкидыша. Дети, курящих во время беременности матерей, часто рождаются раньше срока. Они нередко имеют признаки гипотрофии и незрелости, часто болеют и отстают в развитии от своих сверстников. Вы много перечислили ужасов для курильщика. На самом деле, столько ядов получает он себе в организм и в легкие. А как быть с пассивным курением? Это же тоже очень опасно. Что скажет медицина на этот счет? Доказано, что нахождение человека в помещении, которое сгрызено табачным дымом на протяжении 8 часов, равносильно пить и выкуренным сигаретам. Вред от пассивного курения может проявляться немедленно, то есть раздражение дыхательных путей, может кашель появиться у человека, может появиться головокружение, тошнота, головная боль. Опасность пассивного курения обусловлена тем, что 80% всех вредных веществ, они распространяются в окружающую среду, в воздух, и только 20% попадает в легкие самого курильщика. Именно в пассивном дыме содержится наибольшее количество химических веществ. При этом самыми опасными являются окись углерода и двуокись углерода. Кроме того, в табачном дыме имеется большое количество никотина, смол, который не переработанный организмом, а не способен накапливаться в нем за длительный период пассивного курения. И хотя вся социальная реклама сейчас о вреде курения обращена непосредственно к курильщикам, можно с уверенностью сказать, что такие же предупреждения вполне актуальны и для пассивных курильщиков тоже. Легкие курильщика – это навсегда или это можно исправить? Тоже абсолютно уже доказано. Если человек бросает курить, если это был злостный курильщик, курил больше 20 лет и он бросает курить, то работоспособность органов дыхания и легких возобновляется только спустя 10 лет полностью. Можно. Если раньше говорили, что человек курит и бросят он или не бросят все это на всю жизнь, то сейчас это абсолютно доказано. Человек бросает курить. Если это молодые люди, конечно, мы с ним сейчас очень активно занимаемся, объясняем, рассказываем. У них есть еще время и вылечиться. И еще вся жизнь впереди. А кашель курильщика, как его лечить? Кашель курильщика – это непосредственно основной жизненный фактор, так скажем, у пациента, который курит. Если он не бросит курить, этот симптом никуда и не уйдет. Кашель курильщика – это, как правило, утром после сна. По-хорошему люди утром умываемся, выпить нужно стакан воды для того, чтобы завести организм на хорошую работоспособность в течение дня. Вдохнуть полной грудью. Да, полной грудью. А злостные курильщики не проснутся и не начнут свой активный образ жизни, если они покурят сигарет. И покурив сигарету, кашель у них проходит. То есть единственный способ – это бросить курить. Бросить курить. Как часто к вам приходят с этой жалобой? Вот я курю, курить не хочу бросать, но помогите мне вылечиться от кашля. Бывают такие пациенты? Ну, честно говоря, таких пациентов немного. И именно вот с тем, что я хочу бросить курить и приходит к пульмонологу, таких нет. Сейчас очень много пациентов, как правило, это не бронхиальная астма в последнее время. А именно пациенты с хобл, с хроническими обструктивными болезнями легких. И когда с ними мы проводим беседу, и объясняю, что основное, конечно, в лечении – это сейчас мы бросаем с вами курить, назначается базисная терапия, мы лечимся. Их, конечно, это очень пугает. Бросать мы не хотим, потому что люди считают, сейчас бросит курить, усилится кашель, будет еще хуже. Поэтому много мы усилий прикладываем к этому, объясняем, разговариваем. И на фоне базисной терапии мы также назначаем ингаляционное лечение. Это не глюкокурцикостероиды ингаляционные, как при бронхиальной астме, а там это два блокатора продленного действия, антихолинолитики. Но это тоже ингаляционная терапия. И на фоне как раз назначения лечения, и бросить курить легче, и кашель не будет таким сильным. Но сейчас еще ведь пропагандируются вейпы. Вот об этом давайте поговорим поподробнее. Мне кажется, что вам и так достаточно было врагов в роли сигареты, главный враг пульмонолога. Но тут еще присоединяются замечательные яркие магазины, где продается что-то электронное. Какие-то, не знаю, похожие на фломастеры, трубочки, палочки, коробочки. Как с этим быть? Мне кажется, что, по вашему мнению, это еще хуже? Или это стоит на одной ступени с сигаретами? И вот что с этим делать? Пациенты, с которыми мы проводим беседу и говорим о вреде курения, о том, что нужно бросить обязательно курить, вы укорачиваете себе тем самым жизнь, да? При появлении вейпов многие пациенты сейчас объясняют тем, что да, я бросил курить, я перешел на электронные сигареты. И производители вейпов заявляют, что их продукция, она совершенно безопасна для организма. Но в действительности электронные сигареты представляют такой же вред для здоровья, как и обычные. Вейпы начали свое шествие по планете в начале 2000-х и позиционировали себя как безопасная замена сигарет. В России они обрели популярность после принятия в 2013 году антитабачного закона, который запрещал курение в общественных местах. Производители, повторюсь еще раз, утверждают, что в сигаретах используется совершенно безопасное вещество, аналогичное чистому водяному пару. Но это не так. Попробуем выяснить, чем вреден вейп для здоровья человека, изучив его состав. Исследования показали, что аэрозоль содержит никотин не всегда, но содержит глицерин, ароматизирующие компоненты, пропиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид. Такие сложные составляющие, да, и это все в вейпах. И другие канцерогены, которые провоцируют образование злокачественных опухолей. Пропиленгликоль, например, он используется при производстве продуктов бытовой химии. Попадая в организм, он поражает почки, головной мозг, нарушая их функционирование. Не забываем еще, что при курении вейпа там же нагревается температура. То есть все эти вредные вещества, они еще и в горячем виде попадают. Природный никотин в вейпах, он заменен на химический, что представляет еще большую опасность для организма. В число химических заменителей входит сульфат никотина. Ранее он использовался вообще как пестицид для уничтожения вредителей сельского хозяйства и борьбы с болезнями растений. Он был запрещен из-за повышенной токсичности. Но животные их теперь не травим, а травимся сами этими пестицидами. Но чем вреден вейп для здоровья человека, если в его составе отсутствует никотин? Там содержатся тогда ароматизаторы. Вот эти вот вкусненькие всякие запахи, которые особенно молодежь это любит. И говорят, я же не курю никотин. Смотрите, у меня все очень хорошо, все очень вкусно, все очень красиво. А ароматизаторы, которые содержатся в аэрозоле, они проникают в легкие и повреждают их на клеточном уровне. Воздействие оказывает накопительные эффекты, со временем провоцирует развитие пневмонии. Как раз вот бронхиальная астма, вот эти вот ароматизаторы. Застойность сердечно-сосудистой недостаточности. И к тому же даже чистый пар постоянно воздействует на слизистые оболочки и наносит им постоянный вред. Это хронические фаренгиты, это ларингиты. Поэтому у пациентов меняется голос, постоянная сухость слизистых. Вот и ВОЗ еще нас предупреждает, что люди, которые находятся возле вейперов, даже если они не курят, а мы вот дышим этим паром. Также подвергается никотиновое воздействие у курительных аэрозолей. И мы страдаем не меньше, чем сами курильщики. Ну тут тоже совет один. Бросить эти дудки далеко и надолго, и больше к ним не возвращаться. Флюорография. Насколько важно каждому делать ее раз в год? Ну это не только сейчас, да. Вообще уже много-много лет это входило в медицинские осмотры, в профилактические, в диспансеризации сейчас. Это основной из пунктов проведения. Флюорографического или рентгенографического исследования пациентов. Конечно, нужно делать ежегодно. А те пациенты, которые наблюдаются у пульмонолога или терапевта с хроническими заболеваниями легких, здесь мы чаще проводим не флюорографию, а рентгенографическое исследование. И иногда даже два раза в год. Для чего? Что может увидеть там пульмонолог? Флюорография. Для чего надо делать? Флюорография. Это скрининговый метод. На флюорографии что мы можем увидеть? Если у пациента предотвратить, вернее, развитие, то есть поймать где-то на начальном этапе онкологическое заболевание, то есть образование какие-то небольшие в легких, это мы увидим на флюорографии. А туберкулез тоже увидим на флюорографии. Воспаление, как правило, если мы про пневмонию с вами говорим, но пациенты с жалобами в первую очередь приходят. Крайне редко бывает, что просто при скрининговом обследовании мы направили на профилактическое обследование пациента и выявили там пневмонию. Это казуистичные такие случаи, но заболевания, такие как саркоидоз, лимфоденопатия, то есть увеличенные лимфатические узлы или онкологическое заболевание, да, это мы на флюорографии можем увидеть, да, и так как сейчас широко у нас применяется диспансеризация у пациентов, да, мы много выявляем таких пациентов вот прямо на первом этапе. Поэтому диспансеризацию нужно проходить обязательно. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Это была программа «Формула здоровья». Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok